ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, друзья! Я первый раз здесь, первый раз в таком заведении. Я просто не харьковский, я с холодной горы. У меня есть такая разминочка, смотрите. Слепого мальчика Сашу никогда не водили в кинотеатр, так как его родители разбились в аварии. Любовь – это боль. Девочка сидела, плакала, подошел, что ты плачешь. Она говорит, что это любовь, это все такое. Я сказал, пользуйся интимной смазкой, будет не так больно. Вчера в 7 утра бухал с беременной подругой. Нет, ребят, я не такой, у нее уже был позавчера выкидыш. Поэтому помните по ТВ рекламу детской присыпки? Там такой аист выходит и по попкам бьет детей. Думаю, видели. Так вот, у меня во дворе есть педофил, у него кличка Бемпантен. Так он любит детские попки. Ну, как-то так. Еще часто я люблю наблюдать за телевизором. Я его не смотрю, я люблю наблюдать за ним. Вот. И часто рекламируют презервативы там или антиспит. То есть такая тема. Я придумал, было бы классно, если бы реклама против аборта была. И такая большая надпись. Кончи ей на сиськи. Пацаны в теме, я думаю. Философская шутка. Недавно встретил свою дружбана. Карлова. Вот, кстати, это такая надолевшая тема. Как раз был у меня выпуск Одноклассников. Десять лет спустя мы встретились. И мы сидели в кафе. Ну, я откладывал, если честно, чтобы прийти. Навсочу Одноклассников. И мы общались. И одна девушка сказала, у меня там двое детей. У парня бизнес он открыл. Третий еще чем-то занимается. А мне спрашивают, Женя, ты был музыкантом, чем-то занимался. Что у тебя сейчас? Я говорю, ну, за последнее время я купил себе ноут и спиннер с блютуза. В принципе, у меня нет никаких достижений. Некоторые друзья не пришли. Знаете, есть такие люди, которые говорят, все, я класс не помню, школу не помню. Не хочу ни с кем видеться. Я шел по улице и вцелил своего друга Артема. Он почему-то сидел на полу. Ну, может, так ему удобно, возле метро. Я говорю, Артем, как ты, что с тобой? Он говорит, у меня все нормально. А кем ты работаешь или что? У тебя какие-то проблемы? Нет, я фрилансер. Я говорю, да, сейчас это популярная профессия. Ну, у меня просто, я не могу найти работу. Я уже семь лет на фрилансе. Не могу найти работу. Мне как-то в основном неловко немножко, я жалко. Я думаю, ну, двадцатка, дай ему двадцать рублей. Он такой, чувак, за кого ты меня принимаешь? Дай соточку хотя бы. Чтоб на бутылку ходило. Познакомился с девушкой, мы с ней гуляли-гуляли. Я не знал, куда ее повезти. Будний день. У нас Харьков, это не Лас-Вегас. То есть у нас в будние дни все закрывается в одиннадцать. Ну, по крайней мере, которые я знаю заведения. И я ее повел в бар. И в парнище тоже есть вариант такой. Но там бухла нет. Я повел ее в бар. И мне сразу при входе, сразу бармен я сдал. Он сказал, ну, я сказал, что сейчас будний день, мы никуда не пойдем. Так, блядь. И бармен сразу сказал, о, Жека, здорово. Типа, тебе как всегда водка, ты опять обрыгаешься на баре. Я сказал девушке, все нормально, он меня перепутал с кем-то. Она, кстати, очень стеснительная. Она очень стеснительная. Пока я заказывал себе пиво, она сделала меминьет. И заказала два коктейля, которые стоят, ну, что-то, рублей на пятьсот. Вот, мы с ней общались, общались. Так, сейчас, по-российски уже было. Сейчас, секунду. Ага, тут не смешно, на самом деле. Сейчас. Рассказывай. А, мы с ней, да, бухали-бухали. А, я так, ну, чем за каждый вечер, я ее повел домой к себе. И, знаете, я читал, что, чтобы секс был интересным, нужно какой-то шок сделать девушке, да, какое-то что-то приятное. Романтика уже, я проверял, не сильно работает. Там я свечи зажигал, все. Я решил ее шокировать. И мы, когда уже легли, я сказал, что на этой кровати неделю назад моя бабка умерла. И, ребят, ну, честно, не знаю. Это не сработало. Это не сработало. И у меня тут ссылочка переходит сюда. Ага. Если бы сработало, я бы это читал. Сейчас. Ага, там еще такое было, что она тоже была не готова к сексу. Она сказала, Женя, я не думал, что ты такой классный и что так все быстро получится. И говорит, у меня небольшая щетинка. Ну, вот так, то есть она сказала. У меня небольшая щетинка. И, знаете, здесь пословица вспоминается. Хочется, но колется. Сука. Вот. Немножко о Харкеве хочется поговорить. Кто-нибудь был на французском бульваре? Да. Есть такая, да, штука? Ну, то есть, французские бульвары, это как Париж для бедных, для нищебродов. Ну, те, кто не могут, поехали в Францию, они идут в французский бульвар. И про Париж говорят, что это как увидеть и умереть. Я думал, что это была классная акция, если бы родители приводили своих детей, которые, ну, болеют раком. Они могут посмотреть на французский бульвар. Да, ребят, у меня очень-то жестокий юмор, поэтому, если кто-то пришел с детьми, можете заниматься сексом с ними. Спасибо. А было вначале предупредить. Кстати, мне нравится это заведение, я хотел поблагодарить бармена, девушку. Я у нее спросил, я здесь второй раз, поэтому не запомнил, спросил, где у вас туалет? Она говорит, да вот за баром. Вы уже убрали лужу возле бара там, сзади, там, где мне показали. Так, вот что-то еще было, кстати. Давай про российский. Прошла? Про российский. Про все у нас. По второму кругу. Прочли. Есть еще такие поговорки на новый лад? Давай. Допустим. Особенно это касается, если есть девушки в зале. Ну, если смотрю, тут немного. Любишь кататься? Люблю и подруг с собой будет с собой брать. Семь раз отмерь, но все равно скажи 21 сантиметр. Зимой и летом? 30-40 на Байрай, такси, шара, заводяй. Я думаю, все слышали на стекляншке, телекома постоянно. Чтоб вы тебе заплатили. Тише едешь, хер доедешь. Улыбка, понятие растяжимое. А вот такая хорошая шутка, я думаю. Ну, одна голова хороша, а две лучшие. Сказал отец и кинул суп в вторую голову старшего сына. Тяжелая неказиста, игра хакерского металлиста. А, ребята, загадка. Сто одежек и все без застежек. Зима на Московском проспекте. Нормально. Ну, там девочки стоят, покурил. Хипстер Илья покурил травки и стал хи-хи-хи-хипстером. Ну, напоследок, кончил в тело, гуляй, не смело. Скидер, сын! Спасибо. Евгений Посудов. Аплодисменты! Это же первый раз было, да? Да, да. А. 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 Продолжение следует...